привет всем танкисты с вами хомиш я во взводе с хорошим парнем и тоже у которого есть канал вот это никита никита поздоровайся здорово всем да вот канал будет его в описании если что заходите смотрите а мы что будем нагибать в рандоме или сливаться ну да да не на сливаться это знаешь обычно это не говорят спойлер да именно спойлер ну зато знаешь такая живая короче запись ты повеселее будешь чем обычно люди увидят какой то на самом деле хороший бой да кстати а ты скажи вот этот вот короче по то с осипом что это был стрим да или как с осипом короче мы играли с моим другом который у них хрустиус гоняли в рандоме вдвоем ну и попали на карту малиновка я смотрю одна из арт это осип играет он на объекте 261 конечно началось тут и по здорово 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 я его позвал во взвод он сказал я подумаю ну и в конце боя я еще раз переспросил типа ты подумал он сказал да давай кидай вот мы так и поиграли а он в этот момент стремил а вот он а до этого он просто посмотрел моё видео на ютубе где я со вспышкой обнимаюсь как бы натихла все как мы с ним встретились ему порадовну ему понравилось это видео так что он уже примерно знал как я выгляжу а я все никак не могу выловить осипа ну ничего мы еще и втроем поиграем конечно блин у меня все все очень скудно в плане фпс видимо из за того что видео обрабатывается твой этот процесс не подтянул да не на самом деле сейчас в порядке будет он все потянул просто это надо было приоритет при тем как заходить поменять на обработки там стоит выше среднего видимо из-за этого все поставь его на низках а я не буду этого делать потому что я в танках встречи со свернули кто у меня черный кран само собой ладно тут еще постоять можно вначале боя никто не заметит того что я достаю так ну че вроде бы прибавилось фпс вот восемнадцать это уже играбельно хм президент не узнаешь на самом деле обычно такое дело что примерно фпс 60 на самых высоких но обрабатывается видео вегасе и еще при этом пишет фрабс все намного хуже вот само собой к вы 5 к вы 5 я не попадаю отлично на гусляху че попробую погодить стоп где мы снаряд понятно доп эффект если выключать снаряд аж не показывает натуре как хорошо без арты я стою стреляю свечу с ним не в питере кстати не понимаю а чё ты хочешь со мной встретиться уже нет ну просто ты должен быть в питере я приеду в гости в питер кому я же в питере все таки как ты к нормальному хованскому а ну то есть ты не к нормальному ты ему разве нужен будешь скажи мне когда нибудь раскручусь я даже с такими лагами попал я тоже на это надеюсь но у меня хован даже в друзьях есть на удивление в чем вк оу и не только да че то у тебя связи прям че то у меня что подожди связи да ладно а как ты с ним познакомился еще тогда когда у него даже 10к подписчиков не было когда он только стендапы выпускал я еще с тех времен его смотрю и с ним общался еще с тех времен ну так чуть только совсем как то особо хорошо не общался с ним это такая инфа что а не особо важная в общем пусть она останется на втором плане само собой так китаец суши с такими фпс играть ну просто офигеть вообще ну не могу посоветовать перезапустить лишь не я не хочу запись перезапускать окей я могу сейчас просто в ангар вернуться когда я поставлю я она дополнить типа остановлю короче да и приоритет короче просто поставлено вегасе хотя бы средний и все конечно и проблема решена ой ей ой ей да у эстри все таки неплохая проходимость да у эстрии вообще такой бодренький танчик не ну чтоб прям бодренький я бы не сказал особенно башня здесь такая очень не бодрая у меня сейчас сольют кстати вот скажи мне с иса третьего экипажа будет подходить в с 6 в том плане по количеству человек тоже 4 там ну честно говоря я один да там 4 по моему но я просто точно не помню ну вроде 4 ну сейчас скажешь короче да что мне интересно а смогу ли если допустим и 6 куплю туда посадить с иса 3 экипаж потому что все таки увидел видоса тебя происшествия наше немножко переосмысла свою жизнь там стабилизация очень хорошая на самом деле я тебе говорю а если еще три перка вкачаешь всеобщее так у меня два перка на если третьим понимаешь но и все окей будет я там и все что у меня ни одного советского танка не было то есть все сначала там ну я купил на этом стопроцентный и погнал это китайцы с 50 процентов экипаж выкачал то что это даже прямо не использовал никакие ой вот все равно гад выцеливает меня вот казалось бы все больше нет поехали тут еще и рел где то еще три четко к в 5 раньше использовал использовал свои моды потом поставил мудпак от 40 тонн и забыл про свои моды прикинь рел как быстро мотнул с 34 кай видел где они засветились возле базы ну мы и довольно долго тут возились все таки да скажите на этот на месте шестом какой экипаж четыре человека командир наводчик мехводы и заряжающие м а отлично то есть одинаково как высоты одинаково одинаково так часа надо остановить продолжить все продолжил запись нормально все так не тут написали в личку чета здравствуйте могу ли отступить ваш клан принц 48 и у него 48 процентов я бы на его месте менял ник сколько у него там процентов станет вдруг там до 50 дает будет принц 50 так это прикольная тема я бы себе сразу тогда бы не знаю написал бы принц 60 чтобы потом да чтоб стив стимул был да 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 так опять 32 да мне нравится поехали а если возьмут и 71 с тобой нормально будет ненормально бери лучше чуть такой же заставляешь меня брать не то давай я и 75 возьму тогда я десятки возьму нет я и 75 с десятками не ездит мой я только с девятками или восьмерками езжу и все ну давай тогда вот такую машинку возьму твою девятку вот так 69 нормально он потерпит а с голдой потерпит а сколько там пробития без голды 175 наверное как-то так 175 у этого у Т71 ну да да ну может но я не знаю сейчас посмотрю по посмотри должно быть 200 с чем то мне кажется 173 еще хуже чем у Т71 да да воистину ну зато голда 300 пробивает ты че долго да я просто это смотрел Т69 я тут я тут у меня все выше и выше процент так с тобой подниму 52 сделаю ну а может и сольешь до 50 ну ладно мы сегодня когда до этого играли аааа десятки да нормально ну да в принципе ну когда мы до этого же играли сколько мы почти выигрывали ну все время точнее почти у нас 80% был побед да 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 почти взяли решающий вклад если бы вы там не ступили с Саней ну точнее ладно если бы ты в упор не промазал да если бы ну блин ну это так получилось то есть ну правда же вот сейчас кстати с фпс все хорошо 30 фпс даже 32 показывает фрапс хотя ограничение 30 он походу лагает нужно кстати ограничение в 60 поставить фрапсе чтобы оно было знаю что ну больше 30 хоть иногда мне кажется тогда твои вот эти файлы будут вообще весить запредельное количество мегабайтов точнее даже гигабайтов да и когда записывал там около часа у меня с точки зрения гофе весело вот вот тыш наверх да но я постою тут я в принципе никуда особо не вписываюсь тут еще карта такая крутая арест вот этот мой любимый просто ну ты хоть на этой карте правильно на источнике едешь да тут тяжем в городе очень сложно на самом деле ну и с тэшком тоже не комфортно но сейчас посмотрим короче как пойдет у них есть офигенный т49 а за этот все таки ты так и не говоришь за то что ты мне сказал про микрофон а это вообще короче ребята сейчас общались с хомишем и я спросил какой у него микрофон он не скинул фотографии я смотрю у него микрофон вообще повернут не той стороной то есть он делится как бы там на две части посерединке как сказать то что это такое хомиш посередине ну это такая штука которая держит фильтр вот да точно вот эти сеточки которые держат и он ее поставил к рту как бы а надо ее поставить долькой то есть напрямую вот и отодвинуть его немножко и все будет окей вот он сейчас проверял по записи действительно то что я им подсказал это намного лучше повлияло на качество записи это будет заметно всем да то есть ребята он днище ну в какой то мере ну да не ну а на самом деле может ты бы так же и сделал откуда ты знаешь ну когда я выбирал микрофон я еще обратил внимание на то что именно вот так надо ставить я не выбирал микрофон тебе его подари да нет я просто короче купил и все у меня была денюжка и под эту денюжку только один микрофон подходил я купил его ну вообще я когда на ютубе смотрел тесты вроде нормальный микрофончик не он хороший он офигенный просто если записывать в отдельно sony akid думаю ты знаешь такую программу если отдельно писать дорожку в sony akid они вот знаешь как фрапс пишет то есть поставить на запись в фрапсе без звука то есть чтоб фрапс звук вообще не записывал или там где ты там плейклау пишешь ну то есть ты понял да 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 и отдельно запустить в этот же момент или там пару секунд будет рассинхрон потом можно вегасе подставить сам знаешь как надо чтобы было так же как и на записи то есть ну ты понял чтобы звук соответствовал чтобы не было рассинхрона если записывать отдельно этот звук в sony akid то качество будет идеальное просто идеальное вообще а если писать именно с фрапса то не очень ну оно то хорошее но слышно что хороший микрофон но не слышно что этот микрофон вот стоит столько сколько он стоит но вот ты так не делаешь ты все на фрапс пишешь да мне впадло не ну потом может я буду я сейчас вообще ну очень сильно за обработку взялся то есть стараюсь лучше обрабатывать намного чем обычно смотри смотри это в личку уже сообщение пишут в вк ты с хомишем играешь дожди а как узнали не знаю но ты наверно лайкнул видео то кто то просек а я лайкнул уже а теперь понятно точняк все ясно теперь действительно все стало ясно нужно безвышно на телефоне поставить а то сообщение любят не более приходить главное что девушка не позвонила а то будет очень грустно придется прерваться да 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 так ну не повезло мне сейчас и не получилось мне выцелить из а7 потому что ты 110 и 5 мне все загородил дамага очень мало никто не дает пострелять и 75 вот когда он в топе он просто превосходен к десяткам когда его кидают на нем печально хотя из 7 он один на один разберет без проблем вот я серьезно говорю что я из 7 какой-нибудь ну такой же статой как у меня с такой же именно разберу если уже конечно будет чувак процентов 60 у которого стата допустим вот как у тебя то нет я не разберу да а так они вообще ничего не знают что делать они не пытаются крутить меня ничего пытаются как-то либо в лоб башни стрелять либо в лоб корпуса они не могут выцелить потому что я в притирку подъезжаю и закрутить тоже как бы если с пятого не так уж легко он крутится довольно таки быстро те кто в нем ездили те знают сейчас в 086 еще паны панерфит эти пробития там т110 а ты понимаешь что меня из 7 и большинство десяток ну простыми снарядами вообще десятки не пробивает то есть простыми снарядами даже 268 объект верхнюю деталь не пробивает я смотрел то есть я специально даже тестил с этим с клан с чуваком с чуваком из клана упс понял который ну птшный клан вот этот да у него 268 263 куча десяток я специально тестил мне просто было интересно если хотите зрители могу еще раз вам затестить записать то я не на запись а просто для себя и 75 ни одна десятка в лоб верхнюю деталь не пробивает простым снарядом даже 268 объект но там только одно место есть если выцеливать можно пробить там самая малая доля то есть и то это нужно знать это место так и сотка крышей я в крышу не пробил е100 прикинь огорчение да да в крышу не пробить е100 это вообще капец какое огорчение вот и забрал е100 а где ты вообще а вот у меня уже три фрага десятком попал и из них наверное все десятые я уж не помню кого это так слушай ты сильно подожди ты сейчас возьмешь медаль стой стой ты возьмешь медальку отвечаю если у тебя все десятые из них то ты медаль возьмешь если еще одного убьешь ты возьмешь медаль николса очень редкую да щас возьмем не переживай я по медалям не забочусь ну это ж я да только забочусь по ним зрители знают кто меня смотрит озабоченный воистину то есть я не могу если я медаль какую-то могу взять я не беру я готов себе отрезать палец стой давай его дамагну ты его доберешь короче давай хотя не он сейчас фор заберет да дядь вот я зря только не выступил да зря все я тебя больше не буду слушать с твоими медальками но все равно ты сейчас возьмешь медальку оськина если ты убил троих десяток я не помню там батчат я точно помню тут е100 а вот кто третий там ну если просто батчат ее 100 то лех веслайха медаль если еще третья была десятка то это будет оськина если бы еще четвертую взял то это была медаль николса я все медальки знаю наизусть просто да я вижу что ты любишь их я очень их люблю оськина наверное взял да нет лех веслайха то есть только двоих ты убил десяток печально но у меня опыта смотри сколько больше чем у всех хотя с десятками играл а у тебя как раз оськина и нету была медаль оськина у тебя кстати тоже медаль бруно есть как у меня а на ком ты взял ее бруно а у нас супер першинге ну да это стандарт на нем в принципе если хорошо играет то можно ее взять бруно так что дальше снял я опыт сейчас посмотрим возьми допустим 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 ты короче возьми а я уже допущу допущу ну вот что ты со мной возьмешь а тебе нельзя да к десяткам да 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 я не хочу просто увеличивать шанс того что к десяткам о 50 100 это классная штука блин я вспомнил что я хотел его очень жутко и до сих пор хочу и я жду когда мне либо кто-нибудь подарит пакет с пз 5 4 либо я его куплю сам не ну а че мне таким образом уже дарили зрители мне две пятьсот голды два раза дарили один раз пять тысяч голды дарили только два миллиона год подарили и еще что то я не помню что а мне не подарили ну так у меня уже видео там 120 чем то у тебя еще даже сотни нету вот чем дело и кстати кстати сколько ты делаешь уже видео по времени что то я не спросил у тебя это забыл вообще давно но вот именно прям стал вот когда осмысленно так сказать их делать не совсем давно ну где-то с конца наверное зимы вот так вот я смысленно стал делать наверное с марта я считаю а так я делал все что я делал это херня нормальные есть видео то есть наверно даже с того как новый год начался времени вот эта акция вся фигня в принципе я стал делать ну более менее неплохой контент а хороший нормальный контент где-то с февраля-марта, а уже апрель-май, я считаю, очень хороший. Последний вообще я очень стараюсь. Там затухание на кадрах, там вообще звук от шумов чищут, переходы, там дофигища всего вообще. С ротами парился, подставлял субтитры. Ну, короче, очень стараюсь обрабатывать, потому что я считаю, что контент должен быть качественным все-таки. И что чем качественнее контент, тем дороже ими становится, правильно же? Ну да. Ну, когда-то пройдет время, и ты скажешь, что ты начал делать такие вот более-менее хорошие видео еще позже, то есть всегда планка повышается. Конечно, конечно. Кажется, то, что ты делал раньше, это ерунда все. Ну, понятно, с этим не поспоришь. У меня с каждым видео все лучше и лучше стараюсь делать. Ну, что, в принципе, по Майнкрафту, который я записал, там вообще ничего не делал. Я просто почистил звук, подставил интро и все. Просто звук от шумов чистить это очень важно. Если хочешь, я тебя научу, кстати. Хорошо. Звук будет намного чище. У меня он и так чистый, но так он просто идеальный получается вообще. Это без преувеличения, что он идеальный получается. Вот, кстати, странно. Въезжаю, когда я сам на паттонель на E75, меня кидает в топ. Въезжаю с тобой, ты восьмерка, и меня кидает к десяткам. Ну, в принципе, надо брать десятку и не париться, что там. Не, ну, понимаешь, когда я беру Х2, то тогда еще нужно взять все-таки восьмерку или девятку, а когда я уже не взял Х2, а дальше играть, то тогда никаких проблем. То есть уже на E75 могу с любой твоей десяткой ездить. До этого не мог. Вот как я не пробиваю я к тигра, не понимаю. Я ему в борт вроде бы даже кинул. Мне нравится тут КД, кстати. Офигенное просто. Не, я когда проходил его, в принципе, танк очень приятный. Я еще помню вот мое впечатление, когда после Першинга я только его купил. О, да. И сваншотил Леопарда, у которого 390 ХП. Я так офигел. После того, там, 240-180 летает. Ну, да. Так а тут же эта стоковая пушка, которая от Перша ставится, когда она ставится в башню топовую, если ты ставишь стоковую пушку от Першинга, или там еще одна вкачивается даже, есть, то там КД вообще просто скоростной-скоростной получается. Не стрельнул я сейчас в Т110.5, хотя мог убить, но я решил не стрелять. У меня еще покачивание не включилось. Ну, ладно. В общем, там скорострельность получается просто жуткая. Если вот ту пушку ставить, там примерно секунд, наверное, 6, даже 5 чем-то КД получается с той пушкой. А ты вообще на десятках не любишь катать, как я понял? Ну, я только после патча на 100 буду катать. Так у меня десяток даже нет, я не покупал ни одну десятку. У меня есть аккаунты с десятками, но я не играю на них. На ИС-4 мне нравится, очень играет, но я на этом аккаунте не смогу выкачать ИС-4. У меня просто второй есть акка, на котором именно мой, который второй. У меня вообще акков моих, сейчас скажу, сколько. Именно моих. Зачем ты их столько развел? Ну, надо было так. Моих именно 4 акка, а еще акки, на которых я могу играть, штук 7. Надеюсь, разы бы это не услышат, но, в общем, вот так вот. Значит, твой Аки, так что-то что-нибудь. Суть в том, что у меня есть акка, на котором я именно сам выкачал. Единственный танк, это ИС-4, десятка, и тогда, когда он еще был девяткой, я выкачал, у меня его на халяву дали. Вот это мой основной благ на то время. И сколько там процентов? 52. Сейчас это аккаунт другом, там уже 54. Нагуслил 13,5, как-то понимать, вообще не знаю. Я там посередине играл на этом Аки, обычно только сливался, он не был никогда основным Акам. Он был акком для фана, то есть, а тот был основным, по сути, но хотя там боев меньше, чем тут. Но это понятно, потому что тут я сливался. То так вообще был полумой, полудруга, вот так вот. То он играл, то я, то он, то я. Но ИС-4 там полностью считаю, что я выкачал. Все, что остальное там выкачано, то это уже мой друг выкачивал. А сейчас я полностью его отдал другу. У меня сейчас батчатом есть, кстати. Но это не мой. Просто могу там играть. На десятках прикольно играть, но в рандоме тяжко, лучше на каких-нибудь ротах. Из всех десяток мне 268-ой нравится только, и все. Ну тяжко-то тяжко, но не знаю, рота не по мне. Не, ну я ничего тебе не говорю. Ну, я считаю все-таки, что этот. Меня на десятках научил играть АМХ-50 БЛ. Офигенно научил. Ох, офигительный танк просто. После него я научился играть, считай, на всех десятках, почему-то автоматически. Он просто шедевр, вообще. Блин, я его так хочу. Ты вот сказал, у меня теперь слеза. Ну, слеза не от того, что, конечно, у тебя он, а от того, что у меня глаз болит весь день. Не знаю, почему. За компьютером надо вечером сидеть. Не, может просто продуло, у меня с кондиционером спал. О, бывает. Бывает. Ну, это такое. Да-да-да. Ты уже начинаешь перенимать, да, все правильно. Не, я тебя троллю, троллю. Я еще не привык. Ну, привыкнешь. Пока что только троллю. Сейчас меня заберет, ты 110,5. Не, не заберет. Я починился, не хочу умирать. Он прям меня ждет, отвечаю. Не, не ждет, он лох. Блин, из 7, зачем ты мне подпираешь? Ну, конечно, хотя и Су-7 не дал стрелять, но ничего. У меня, короче, вообще 700 дамага, я вообще ничего не сделал в этом бою. Вот. Я, когда записываю почему-то на стримах или на записях, у меня все неплохо получается играть. Когда я так играю, то у меня отлично все получается. Ну, это у всех так, в принципе. Да. Нет, один был хороший бой, я Родли Волтерса там взял всякое такое на Су-122-44, когда записывал именно. У меня по супер-пешингу хороший бой, по 44-ке хороший бой был во время стрима как раз. О, ничего себе петух. Убежал. Подожди, его петух называют? Нет, это я так назвал его. А, ладно. От себя. Ну, можно ввести это, тренд новый. Батчат будет петухом. Нормально, по засвету, зато урон 1164, короче. Я опять в тройке. У меня все больше танков, на которых третьи перки уже идут. Ставь. Так. Ну, КВ-5 я возьму, ты возьми только прем, я не хочу с теми, кто кидается к десяткам. Во. Вот это правильный расклад. Зрители, знаете, ИС-6 хуже, чем КВ-5. Да. Я не мог этого не сказать. Мы уже сегодня спорили по этому поводу, так что я не хочу начинать дискуссию. Я переспорил тебя. Ничего подобного. Посмотря мое видео, ты сказал, что норм танк. Не, ну танк реально норм. Ну да, вот. Мне он понравился. Но стабилизация, все-таки, и вот вообще то, как играть, мне больше на КВ-5 нравится. Ну, в том плане, что на КВ-5 КД быстрый, это мне очень нравится. И все-таки на дальние расстояния КВ лучше стреляет, потому что здесь снаряды хотя бы легче и быстрее летят. Ну, не знаю, ну, короче, не хочу спорить, да, ты правильно говоришь, все-таки чуть-чуть, допустим, по динамике немного лучше ИС-6, там, ну, и по углам, например, там просто проще доворачивать корпус и такая херня всякая. А на КВ-5 именно бортом танковать эффективно очень. Нужно все время только прятать вот эту уязвимую херню спереди. Точнее, впереди. Знаешь, вот, чтобы меня порадовало больше всего? Что? Если бы КВ-5 и шел после КВ-4, и на нем стояло бы Л-9, резкость. Хе-хе-хе-хе. Да, танк бы нагибал. Да, и не было бы сисек вот этих двух впереди. И все. спереди блин было бы нужно больше спать есть и пробил и знаешь меня он пробил афигеть зрители смотрите куда он пробил меня вы охренеете просто кто то пробил еще раз истри пробил ты увидишь куда просто ты офигеешь меня он вдоль брони пробил ох да 4 перелетел молясь так ты не пропустишь или нет мамки проезжают так давай эту сторону держат эту я буду бортом вытанковать потихоньку не той стороны практика неудобно бы но нормально все равно но хотя есть 8 очень огорчает блин я не попадаю а не с 8 ждет ах питал урона и со восьмого прекрасно больше выехал вот в узком пространстве на нем тяжеловато вытанковать на фоцине лучше бортом тонковать вообще лучше из прямо в официальном все таки но фарм не особо но фармит просто как фан все одинаково то есть отличается только этот только гусь армам у него на 15 процентов меньше и все так все одинаково фармит да я даже не знал такой инфы да все все одинаково просто от урона зависит это все в целом абсолютно одинаково все никакого отличения там все четверка с 8 днище так я уезжаю попробую что-то сделать с 54 я попробую просто выжить но это тоже верно твой елки палки я пытаюсь да и вот наш уезжай оттуда я уезжаю я на всех парах тут наверное слив если сейчас нам блин да что ж так я ваншотный из 8 ты так еще и умер неудачно ой ой тут из 3 фак я жив мне просто повезло я сейчас никак не уеду потому что на меня едет из 8 я вижу но я погнался за 5-4 мне жутко повезло сейчас спасибо тебе от земле 48 огромное спасибо вот спас парень просто сейчас спас меня вот я не мог сделать blow up не тогда когда у 54-ки было 93 хп что за ну хрен с ним я как дно здесь просто слился ну на самом деле с лагами играть очень тяжело а паузу вегасе никак не поставить ну у меня моментами пролагивает оно вообще отлично все сейчас но моментами начинает лагать тогда когда не надо самый ненужный момент вот как тебя вдоль брони тоже пробили я не понимаю тебя вдоль брони тоже тяжело пробить все таки хотя крыша здесь вообще картонная 25 или 30 миллиметров честно говоря я думал что мы этот бой слили но кое как выравнился у нас сейчас три победы с тобой мы прям как отцы гвп х да уфцема стабилизация огорчает вообще хренеть просто 2 2 быкашки сделал да вообще бакет просто зря ты на запись не поставил да ладно так бы была версия 1 у тебя 1 у меня осторожней с хумилем ты чё будешь не запишем еще одну не запишем конечно еще дофига может еще какой то знаешь там реплей будет крутой когда мы просто будем без записи играть потом там мы тоже такое много много вариантов на самом деле битя третьего то убитые уже нету так зачем у нас осталось надо на базу что лет назад м надо на базу ехать наверно хотя можно захват стать но не тут эти мудаки так что мудак не мат если что это не тебе я зрителям мне просто в комментах писали очень часто почему ты материшься когда говорю мудак или похер или херня или что-нибудь такого плана хотя это не мат и все это просто ругательные слова хотя хер это вообще вроде бы не ругательное слово ну не знаю короче хотя в основном фигня говорю и такое всякое вот такое я бы сделал матом да именно слово такое так эти ребята должны поехать забивать а я им должен пихать в жопу мне не надо но то есть снарядами ну понятно не успешно только что у нас покосаешь все падла что тебе что и куда тебе стрельнула не понимаю а че ты не протранил как то вообще плохо а потому что там че то меня притормозил а но я не завернул то есть кара у меня у меня есть мастер тарана кстати на патске не помню у меня тоже прокачивая сто процентов так вот знаешь чем суть мне здесь вообще четок у меня пойдут третьи перки ну буквально вот тысяч 15 опыта у меня вот здесь сейчас опыта нужно у меня будет 99 процентов получается и потом где то 15 тысяч она будет просто это будет жутко плохо отыграл на диску потенциально получены две штуки сделал по 3 300 ну тогда не так обидно потанковал хоть неплохо ну что далее на чем я думаю сейчас можно два супер першинга если ты не против так может я еще другой возьму и саш стол и саш что бери саши стола а ты мне нахожь возьму супер першинга и саши стола окей я посмотрите вам взял но не хочу потому что в десятком тебя может кинуть да будет печально какие то незнакомые номера мне звонят вообще не понимаю откуда они пронюхали твой номер у меня вконтакте номер есть так за сегодня уже сейчас почитаю раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать человек уже написала м по поводу того чтобы вступить ко мне в клан еще чекает просто написали голову отречет такого плана тут только вконтакте кстати откуда так много подписчиков вконтакте когда-то давно короче давным давно играл в такую игру ну точнее это даже не игра приложение вконтакте как тюряга ага я а у меня на второй странице три тысячи подписчиков у меня там было просто пять или шесть тысяч друзей я всех потом поудалял да 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 вот такая же у меня история то есть я играл 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 все мне очень нравилось но в какой-то момент конечно игра перегорела там я не знаю кто там сейчас вообще в нее играет я играл и в тюрягу и братва и кольцо короче тоже была вот какая то у меня заморочка у меня еще куча была халявных голосов потому что была один раз тема когда можно было на халяву голоса получать я примерно себе 200 или 300 голосов сделал на халяву еще давно еще в году в десятом у меня не так и веселье там всем подарки дарил такая хрень всякая а потом я что то подсел на бортовое кольцо и на тюрягу туда поскидывал голоса знаешь не обидно когда это халявная фигня это как когда зрители подарят голду вообще не обидно на что ее тратишь допустим если твоя то вот ты думаешь на что ее тратить если голда зрителей вообще пофиг все шансы я хотел чтоб не саши стол подарили очень но кто подарит да дороговато да ну то есть хотя знаю что пять тысяч голды дарили да допустим пять тысяч голды это конечно не то а сколько баксов 20 наверное но на свой фцм я полностью сам заработал то есть на видео я имею ввиду выкладывал в контакте побеждал в конкурсе там и вот потихоньку потихоньку скопил я короче 9 мая в каких конкурсах стоп ты о чем что за конкурсы сейчас договорю я скопил около там 17 тысяч голды и на 9 мая все профукал все чисто слил меня была голда я в этом извиняюсь что перебил сейчас скажу забуду просто участвовал в этом в сильверлиге короче с кланом ну не со своим кланом там много было народу там были с олдскулы в общем видел 40 тонн играет женя бонд может когда нибудь возможно но я просто название помню такое но по моему я его не открывал ну ладно пофиг короче вот он с олдскулы они там отдельно создали клан джимсири как то так он называется в общем специально для всяких турниров как раз создали вот иисуса прям из рук забрали у меня ну ладно и я с ними ездил они меня взяли как то просто я был в комнате в рейдколе и они такие пишут типа нужен на мол на турнир кто-то я как раз там был меня позвали и все я вот в северлиги мы там дошли до 1 8 вроде нам много голды поскидывали в итоге где-то ну тысяч восемь где-то может чуть-чуть чуток больше заработалось нормально в принципе вообще ни на чем у нас все были в 65 70 процентов и я такой короче в одном бою я вытащил офигительно просто там вообще удивились как то я так втащил прикинь зрители вы сейчас это видели я без голды пробил кавы 5 в лоб башни кто говорит что кавы 5 не пробивает я не знаю как можно говорить что на кавы 5 плохое пробитие кто говорит что у кавы 5 хорошая броня я бы лучше сказал не ну броня у него хорошая на самом деле елки-палки как меня арта то любит я вообще ничего не надо машину вылезть вот это у меня сейчас все лагает просто вот зрители видят как сейчас мне тяжело играть а тебе насчет арты сочувствую продолжать ты что-то говорил за конкурс а значит конкурсом в группе вконтакте официальный танком проходит там еженедельно и на лучшее видео вот я несколько раз победила откладывал голду знал что 9 мая должна быть акция какая-то крутая по любому а сколько тебе голды давали за конкурс за победу там 5000 то есть реально 5000 за лучшее за лучшее видео да да я 500 тараном снес люблю к в 5 вот так я подзаработал и на 9 мая все спустил все просто все я так деньги с партнерки спускаю все время и честно говоря вообще не обидно то есть знаешь что трудился заработал да вот это реально то есть обидно когда ты чьи-то деньги тратишь вот это ну даже неприятно когда тратишь чьи-то деньги то есть в том плане что там не знаю предков там или еще что-то там друга занял то есть ты понял о чем я да да а да вот именно если твои честно заработанные то вообще офигенно когда ты кому то подарок даришь я там девушки телефон на день рождения подарил за деньги которые заработал тоже как бы приятно это очень как у меня все жутко лагает в прицеле у меня позже было 4 или 5 фрагов я тогда иисуса бы убил срань кто не знает кто такой иисус иисус это иисус 152 то очень часто мне пишут что за иисус что за танк я тебе отвечаю давай какой-нибудь танк назовем аллах так нет понимаешь иисус то что иису иисус это все знают а да вот это здесь бой напряженный конечно сейчас но главное что у меня хп много о блин су-8 сзади накрыл я хочу доехать сбить захват но нифига не получается что я кружусь туда-сюда туда-сюда ты где вообще ты блин а захват сбили отлично все тогда можно не ехать туда просто капец такой экшен если бы к в 5 еще не был таким слоупочным я сейчас боюсь что если я с регулятором буду ездить все время то у меня просто сейчас движок перегорит а может на что-то еще ремка пригодится поэтому я не буду все время регулятор включать я выключу так иис из 3 до рабовой сет иногда меня рабовой сет да надеюсь что зрители это не слышит так только вряд ли меня записывают голос микрофона я не со скайпа да да я тоже об этом подумал фак жуть меня просто капец как зажимает здесь меня рта накрывает я не могу ничего сделать блин ну поехал я сейчас продавался я вообще ваншот я ненавижу русскую арту потому что она перекидывает просто мне так не бесит русская арта смысле перекидывает но она хорошо перекидывает через горки короче лучше чем немецкая французская и она лучше перекидывает в этом плане офигеть не встать просто но но и ладно у меня с не обидно на самом деле ну не обидно на самом деле что тебя слили мне обидно у меня вот это радует тараном 44 500 снес я как то полностью затаранил этого тайпа на песочной карте другой только ну ты понял какая песочная короче наверно да я к пантера хочет она спрыгнуть на меня я не знаю даже но мне короче здесь не не эффективно стоять сейчас ну блин не пробил а голдой все понятно тут поражение у меня у меня 200 почти дамага а у меня теперь наоборот пусто мы с тобой в одном месте сдохли кстати но я вначале нахватался сильно поехали выходи с боя да поехали так щас я очень хотел бы влится в ваши ряды я кинул вам заявку если я вам подхожу то буду очень рад влится в ваши да это принц 48 я так и думал на чем короче я вот это беру ты подстраивайся только без девяток без семерок ага сейчас все будет жаль что у тебя из маленьких уровней только эта фигня ну м4 у меня когда ты еще был этот ПЗ1С но я его совсем недавно продал а чё продал ну не знаю как то все равно не катаюсь забросил его но первое время прям вообще очень понравился танчик потом перегорел меня друган на нем боев 500 откатал уже ну да он очень нравится фановый фановый он две с чем-то тысячи опыта взял он даже не попал в акцию вот эту типа рекорды понял да 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 искусство войны да 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 у тебя такой фиолетовый прям процент если б тебе еще кпд фиолетовый может когда то и будет тут ща был странный звук это я кондиционер включил надеюсь народ не удивится куда ты поедешь скажи мне на ухо а ну я с тобой я просто не хочу ехать в кишку я бы на базе стояла хотя я на пт не не играю поэтому советуют не буду глупо советовать хотя смотри у нас вообще никто не поехал кроме 12т туда я с 12т поеду на базе стоять не буду я просто поеду с 12т смотри сам блин я упал чуток на 84 хп спорим спорим что вражеский гриль сто пудово будет стрелять по мне почему ты в засвет попал нет нет ну вот сейчас в середине боя когда уже активные действия пойдут а чё ты так решил ну потому что не знаю ты 32 получается рублей 900 стоит да а ну штука написали да штука нормально у нас и в кишку народу нормально поехала и в ухо то есть вообще слива не должно быть сейчас по мне будут кидать тут супер перш он сейчас в шоке от того сколько ему дома прилетит 690 не так уж и много проблема в том что у меня в крышу гриль пробьет так 2 кв пятых ну ладно подожмусь а там посмотрим тут можно ох капец я супер першу попал в орудие знаешь на самом деле в жизни оторвало бы просто орудие в жизни короче я смотрел стрим специальный с разработчиком и там ему также говорили что мол почему в игре т-52 не отбрасывает после выстрела от объекта да и вот ему объясняли что бывали такие случаи что допустим наводчик там или перезаряжающий может заряжающий ну да заряжающий прошу прощения он короче же в башне в основном находится так как там боеукладка там орудие само вот ну и в общем бывало такое что заряжающий просто нагинался за снарядом а вражеский танк там грубо говоря тигр какой-нибудь либо еще что-то стрелял по башне там той же т-34 и снаряд просто на вылет пролетал сквозь башню а наводчик выпрямлялся и просто офигевал то есть была сквозная дырка останком то ничего не случалось ага я понял меня из 3 убил ой меня свой убил да союзник что охренеть просто охренеть зрители вот это рандом зрители так что такие сказки даже бывали очереди дедушка прошел войну на танке правда на 38 и не войну а он просто в берлин приехал сзади начинает обходить мне это не нравится сзади спереди мне бы вернуться как бы хотя там лег почему я должен возвращаться ска играет он хорошо попал тебя выцелили типа один раз выцелили уху у тебя башня вся в рикошетах место офигенное на самом деле в дичку да у тебя тут совсем что клуб торчит еле еле вообще вот туда как раз куда тебя пробили чувствую сейчас на танку и я тут и нанесу тоже неплохо 3kb 5 слушай и всех я просто вот в эту сиську фигачу просто не днище я сейчас вылез побольше и получил сразу то есть вылезать вообще нельзя отвлеку вывод но ползить кого пятый вам же хочется мне к самому хотелось не могу понять у тебя тут средний дамаг 1500 или 1300 сейчас внутри стойки в бою что или как вообще в среднем у тебя средний дамаг сколько на нем 1500 по моему ага значит у тебя 1300 это средний дамаг или это кпд 1300 на танке ну ладно не знаю короче а ты уже в ангаре нет я смотрю прям в бою кпд на танке и урон а у тебя же это не мерчуя тут люто ну да от 40 тонн специальный я торможу смотри написал и сусори и полгода не прошло слушай блин только я уехал из-за камней и они поехали тебя пробили в лоб башни не печалька ли печалька на то что это все было башни все вали 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 тыс двоечка блин больше тройки нету ну что нет я верю я верю в тебя ты еще может выживешь пару минут ну ладно ну тут победа смотри какая толпа приехала до 3000 урона почему я стал себя слышать ты стал себя слышать да ну сейчас я сделаю тише колонки до этого он не слышал слушай к в 5 у меня взял полторы тысячи опыта у тебя сколько из 6 полторы тысячи опыта у тебя сколько из 6 вот учитесь зрители как таковы 5 играть ладно бери из 6 снова сейчас из пары боев мы сделаем вывод что лучше к в 5 или 6 1 бой пока что к в 5 ведет давай да это от случая к случаю так сказать не приходится ух ты 80 80 63 процента на победу меня радует в ротах когда было 3 или 4 боя подряд 95 процентов на победу нашей команды хе 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 я в свое время тоже поиграл как то немного немножко с оленемером ну и потом он мне надоел мне просто без него не могу он меня расстраивает иногда как расстраивает ну то что я смотрю сразу там 30 процентов на победу и все а мне наоборот это ну как бы говорит о том что надо тащить стимулирует да то есть я даже при 5 процентах на победу блин выигрывал чё уж там да кстати вот такие тоже случаи я помню бывали что там 5 процентов на победу наоборот затаскивали еще с таким счетом что ты вниз едешь может поехали на центр не 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 я туда поеду наверх я уж привык по одной тактике играть на этой карте ну а тут рядом с домиками стану вначале немножко опасно и у меня довольно таки неплохая точность 041 это неплохой показатель лучше чем 046 по крайней мере вот я сомневаюсь что ты попадешь куда то да ладно я на этой карте стою очень часто но я сейчас кружочек такой маленький на ходу что пипец зря к в 5 ты недооцениваешь ты жутко плохо о нем отзываешься да не жутко плохо просто говорю что из 6 лучше все но к в 5 тоже имеет место быть я от кого-то рикошет получил я даже не заметил тут этот выехал хелкат он где-то далеко на самом деле но он башенку ну пойди и мог до тебя достать кстати а почему у тебя 10 секунд кд вроде что на нем чуть-чуть меньше должно быть кд 9 и 9 с этим с боевым братством хотя я не знаю чем там по моему с вентилятором уже будет 9 и 9 а наверное с боевым братством еще чуть поменьше кстати прикольно бы сделали что когда заряжающий он как бы нагибается прикольно было бы если бы это было если бы сквозные дырки в танке бы оставались ну еще чтобы он это как ванга был прозревал куда сейчас и заряжающего у нас бы вообще не выносило чтобы был скил знаешь заряжающего ну то есть нажимаешь там цифру с тем заряжающий пригибается в этот момент хе 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 придись но это задерживало бы перезарядку там на несколько секунд да то есть сразу вот ну если снаряд заряжен то никак не задерживало бы допустим пока ты не отожмешь эту кнопку после того как выстрелил то снаряд не вставляется тоже такое у нас ИСУ а я вообще на нее внимание не вращаю ты не увидел ИСУса? да не увидел ты не православен ну что это 51 а у меня 0 дамаги та же фигня слушай а тут 52 попал и все это 0 дамага ему нанес поехали вот как мне нравится когда вижу цифру 46 км и 4850 только что было прикинь такой kv5 на скорости 50 км влетает там даже вот не знаю в т-62 от т-62 ничего не останется поехали на право там сейчас будет мяско да и еду к меня кто то дамагнул опять а меня кто то засветил люблю когда стреляет кто то а кто там пробил не пробил вообще не играет трое потому что он пробивает очень редко нахо на большом расстоянии вообще kv5 пробить не могут хотя то еще нет еще это не пробега уже второй раз походу самый пробиваемый танк восьмого уровня там 248 м а сколько у него мне кстати подарили а это вот трещерку на второй аккаунт а улева 236 но считать так ой вот улев меня пробил трещерка не поднули у этих ул немцев как бонус идет небольшой победе не знаю почему но немцы лучше пробивают у них а точность хороший там просто пук 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 так и есть чец я не пробил он ул д д д дм� 27 дамаги уху молодец просто отец вообще кстати как ты так быстро уехал не понимаю но я же не на кв5 ну причем тут кв5 кв5 медленный ну кв5 зато по максималке быстрее пускай я тебя в таране выиграю просто мысли заторали жутко хорошо возможно даже просто страницу флова тебя у меня под бой стоит и этот и мастер трана стопроцентный вдалеке виднеется т29 который не может пробить в лоб не попал обидно как офигенно точный как бы ты увидишь потом как он на видосе словно несутствие капусты это сказали так жутко прокатил это нанес уже около штуки так а я думаю как не часто предстоит дейти уже я уже это предвкушаю что это один а тут четыре танка примера пускай они все шутные практические но все таки о помощь приехала и сушка там стоит она должна им так просто накидывать это шестер конечно должна но ничего не делать типичным это вот который должен но ничего не делает ну-ка ну-ка ой я поц что такое как обидно тут короче выехало два врага я ни одного не выстрелил ни в одного ни в другого так сейчас так грамотно жопу подождем где-то ИС-3 по мне кинул не могу понять вообще откуда ага я Т-44 не пробил но зато я знаешь как спасти сейчас я в него стрелил у него сбилось сведение из-за того что я в него стрельнул у меня это спасло отлично и дальше идет на очереди ИС советский да скритованным движком я себя чувствую инвалидом зато можно регулятор включить все равно хуже уже не будет еще минус один и следующий сказал заведующий где-то ИС-3 который блин говнюк 4 фрага вот но правда дамаги вообще мало сколько 1400 у меня 1500 сейчас вот наверное вот этот еще один бой и все пойду уже никаких проблем а то я на время обратил внимание много ну да надо это сворачиваться да потому что вечерком поиграем еще сейчас не вечерок ну более поздний вечерок окей сейчас тоже вечерок уже все тревоги уже заберут остался там где то есть 3 рядом с тобой сколько у него интересно хп там если он еще показывал сколько хп было у танка который в засвете был последний раз у зря я сюда ехал оказывается можно где то далеко что даже кинуть по нему не могу что а а да разрабам подсказать идею какую через текст руевать а нет так чтобы они как то на карте отмечали еще и хп последний я подожди на зубом может мода потому что такого же не было до мода самосов не этим его геймингу ну вот и не хотят такого им это невыгодно им все невыгодно им выгодно камуфляжи делать а а ведь так и есть сколько потенциально получено интересно взял становятся на спартанец и 6 победил так 4000 мало 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 так давай следующий на чем мы еще не катали сегодня да на всем катали не ну как на всем ну ставь короче тогда да можешь какую-то десятку взять давай только я боюсь тогда будет последний слив ха ха ну и пускай у нас 100 процентов на победу прикинь любимчика возьму ооо где это у меня наводчик мы не слились ни разу ты че да да мы ни разу не слились 7 боев 7 побед ты понимаешь 100 процентов финрейт напиши там в заголовке видео 100 процентов финрейт с батей 13 у меня процент реально растет мне совсем чуток у меня будет 52 поехали да 91 победа и все оооо ну у тебя прям тут задача number one просветить арту ну надо подождать пока наша закадышится вообще враги конечно страшно взводы еще этот нижний лес как мне он нравится нравится или не нравится нравится очень а я вот не знаю что делать но я поеду в город там где нет стану сейчас поаккуратнее на я буду светить вот эту вот процент линию Е понял ага вот там доезжая свечу уезжаю у меня тут по моему максимальный обзор получается потому что у меня 400 просветленка И... Орлиный глаз Ну я не помню, по-моему его даже нет Орлиного глаза нет, ну короче 400 плюс просветленка, это 440 Ну да, это максимальный Ну 445 максимальный, 5 метров не хватает Господи, ну и чё? А чё, разве максимальный не 500? 445 максимальный обзор Всегда был Дальше 445 нельзя светить Надо уточнить, посмотреть Да что уточнить, это все знают Я не знаю Я просто читал, как бы, ну когда общих вставишь, там что-то увеличит обзор, но не делают его больше, чем 500 метров, там что-то такое Нет, там написано 475 Ну может быть Вроде бы, но это не то, а потому что ограничение 445 у игры Это каждый хоть кто хоть чуть-чуть углублялся знает Ну я вот не влезал в механизм Нам нужно третьего взять, который там парень, склана хороший, у него 64% То есть одно дело, при твоём количество боёв иметь хорошие проценты, а другое дело при большом Да у меня там что-то понизится Нет, я очень понизится, ну ты же Играть совсем недавно начал, ты летом играть начал Ты же понимаешь, что разные вещи Ну это да, такое Так и есть Философское что-то Очень Я буду светяков убивать сейчас Так, сюда приехал Т-57 Смыслу вылазить просто нету Что делать, что делать, что делать Блин, ты не поверишь, у меня сейчас такая фигня происходит тут У меня просто из-за того, что всё жутко лагает, я сейчас так тупил, зрителям, мне перед зрителями стыдно Да, ну, если из-за лагов, то я думаю, нечего стыдиться Тут к 16 где-то ФПС было, даже не попадал, у меня задержка была Не знаю, может на записи это не будет? Нет, должно быть видно, просто это никуда не денется У меня такая жуткая задержка была вообще просто 262, вот это у меня лаги, блин На свете нельзя играть Да, быстро катаешься, ФПС приседать Я Е50 буду разбирать потихоньку Что-то у меня такое вот прям А, у нас два мауса, всё, я понял, это слив, всё, ясно О, я ПСАТМ убил Без вопроса То есть два мауса, всё Меня холодос убил накрытием Победа, до свидания, можно сказать Да почему маусы тащат? Чё ты так жёстко говоришь вообще о маусах? Ну не знаю, по мне они не тащат, ни капли После патча вообще маусы богами будут Ну не богами, конечно, но получше будут себя чувствовать И то Е100 вот вообще будет нормальный танк Блин, я бы на 50Б поездил, как я их редко вижу, пипец Е100 будет офигенен, потому что ему голду не тронут И пробитие вообще не тронут Я ж поэтому и хочу его взять после патча Его кумулятивы не будут трогать, да? Не будут, у всех тронут, но немцев не будут трогать Ни мауса, ни Е100 не тронет никто Даже Е50М никто не тронет, как я понял Зачем они нерфят этого, это 110.5, я не понимаю Потому что он слишком имбовый, в ротах только на нем и ездят Ну теперь просто буду заряжать голду, топадаю всех Так в ротах только голду заряжают, вот в чем дело Ну а в рандоме, окей Ну в рандоме нет, в ротах, блин, 80% человек, которые адекватные Имеют больше 52% на Галде ездят вообще, вообще на всех танках Ну не знаю, по мне так 110ка, просто хороший сбалансированный Танк, он не апнутый, его прям сверху Он апнутый прям, понимаешь, хотели апнуть немцам в итоге Понерфили всех, а немцам оставили такими, как они были Да, наверное Блин, я хочу 50Б Так, я знаю, что у одного 57-го прям хп прям чуток-чуток Вот он А скажи мне, сколько вот вообще Нет, почему так мало 50Б в рандоме, во Потому что 57-й появился А все говорят, что он лучше, чем 50Б 50Б лучше, почему? Ну, просто все привыкли к его орудию, у кого перезарядки офигенные Вот и говорят, что 50Б говно По мне так 50Б, ну не знаю, вполне комфортнее, я люблю скорость Он быстрый очень, да, офигенный Мне вот это просто очень нравится, он таранит, ну вот прям божит танк Да, брони не там, не там нету Да, брони, да Вот брони сейчас не поиграешь Особо Не, ну после патча поиграешь от брони Ну, по крайней мере, на Е100 Ну да, на Е100 поиграешь, да Будешь со мной ездить, ты на 50Б, а на Е100 Понял, ты, короче, сзади Не, с тебя башню снимаем и ставим мне где-то сзади Понял, получается, что этот Ездим вот так вот Как инвалиды Не, ну просто в том плане, что я вытанковываю, понял Все скинулись, ты выезжаешь, пострелял из-за меня Вот так как-то Да-да, понял Да Быстрее бы тест Я сразу по всем новым танкам, по всем новым фишкам делаю видос Сразу же, по всем, по всем, по всем Ёлки-палки, не попал А слушай, а у PlayCloud, короче, как ты соединяешь вот дорожку и звука и видео? В этом, в Вегасе? Ну я там через левую прогу, ну да, как в Вегасе Механизм один, так сказать Хорошо, да, ну а долго это обрабатывается? Ну, она... В смысле обрабатывается? Ну вот ты соединяешь, потом и долго эта обработка идет, когда соединяется она? Нет, ну просто подставляешь, да и все, вот потом только рендеришь, да и все Ну так рендер сам сколько? Долго идет? Рендер это и есть обработка После PlayCloud? Да Да не долго ты что там, хорошие это, сжать это, нормально Не знаю, записал ты 10 минут в PlayCloud, например, в твоем разрешении, сколько весь это видео? Geek с чем-нибудь там, ну смотря от скольки это минут Ну я же сказал 10 А, 10, ну Geek может там с половиной, ладно, вот так А PlayCloud, то есть в управлении примерно как Fraps там, дай бандикам Конечно, да Точно-точно такое же что-то Арта приехала, вообще молодец, 261 Агрессор 92, просто молодец, респект таким парням Его эста-та хорошая, респект просто, вот, если когда-нибудь в жизни он это увидит, ему респект большой Убейте Холодоса, он меня как раз убил, отомстить ему надо за это Без Даса они бы тут не затащили Какого Даса, кто это? Кто это такой? Я знаю только Никиту Хована, который со мной играет сейчас Но, к сожалению, они не знают Хотя, не, вот последнее время некоторые пишут Хован Q, типа это, в чатик, в игре, когда попадают в один бой Хован, Хован А почему ты не поменяешь этот, URL канала? URL не меняется же Меняется, в техподдержку написать надо Ну посмотрим, не знаю, пока что не задумывался особо Написать там, да, да, свод, например, или там, не знаю, чего-нибудь такого плана Я вообще плохо сыграл на Т-71, все, что светил, это светил Чаффи, а не я А я нагнул наоборот Хотя по опыту я четвертый, непонятно почему, правда Ну все равно хорошо, ну ладно, все, давай закругляться Да, надо же всем пока сказать, да? Да, пока народ, пока Хомиш, Саня, пока В натуре два разных человека, да, всем пока, подписывайтесь на канал, Никита, на мой канал Вступайте в группы ВКонтакте и до свидания Да